ДИАБЛОКО ПРЕКРАСНОМ С КРИСТИНОЙ СМОЛЬСКИЙ Смотреть нашу программу вы можете не только в эфире, но и на сайте телеканала «Беларусь.3». Также я активно призываю вас присоединяться к нашей дискуссии, присылать ваши вопросы, комментарии на наш сайт diablok.by, либо на нашу страницу в Фейсбуке. А также присылайте ваши СМС-сообщения. В общем, активно включайтесь в нашу беседу о прекрасном. Состязания есть не только в спорте, но и у творческих людей, и они не менее эмоциональные. У театральных людей, служителей мельпомены, тоже есть свои творческие состязания. Самое главное из них началось в 2011 году. Именно тогда впервые была вручена национальная театральная премия. Церемония превратилась в великолепное шоу с красными ковровыми дорожками, с участием наших звезд и вручением бронзовых статуэток, изображающих нашу главную героиню – павлинку. И вот уже в 2014 году снова проходит третий республиканский конкурс театрального искусства «Национальная театральная премия». Надо сказать, в этом году он проходит по-новому. Изменились его условия, изменились правила игры, увеличилось количество номинаций, а также изменилась структура жюри. О том, почему изменились правила и действительно ли национальная театральная премия влияет на развитие театрального искусства в Беларуси, мы поговорим сегодня с нашими уважаемыми гостями – с Галиной Владимировной Алисейчук, кандидатом искусствоведения, а также председателем отборочной комиссии по театру «Кукол» и с известным театральным критиком, естественно. А также с Вадимом Алексеевичем Салеевым, доктором философских наук, известным театральным критиком и членом отборочной комиссии по драматическому театру. Добрый день, уважаемые гости! Здравствуйте! У меня к вам первый вопрос. В интернете национальную театральную премию называют суперклеем для настоящего искусства. Как вы к этому относитесь? Согласны ли вы с этим? Ну, можно и согласиться где-то. Хотя такие яркие, такие броские названия не совсем подходят для такого серьезного конкурса творческого, каким является национальная премия. Ну, всяко можно сказать, но я думаю, что это большой шаг вперед все-таки, само существование этой премии. Потому что до этого у нас практически не было такого соревнования. Было, правда, у нас прото-соревнование. Вот павлинка. Мы вручали по истечению театрального года павлинки, но только в узких очень номинациях. По женской, по мужской роли, по вкладу, скажем, в театральное искусство. Но все-таки, Вадим Алексеевич, чем, раз уж вы заговорили про хрустальную павлинку, нашу, можно сказать, первую театральную премию, чем она все-таки отличается от национальной премии? Или национальная премия, чем отличается? Национальная, лучше сказать так, да. У меня есть вопрос от интернет-пользователя, Дориан. Учим розницы по межнациональной театральной премии и наистарейшей театральной премии краины хрустальной павлинки? Ну, скажу просто, розница вельми великая, потому что национальная премия охватывает значительно более широкий круг вот этих творческих соревнований. Там, и дело не только в том, что там предназначены призы, и, как мы сейчас слышим, и для драматического, для музыкального театра, для режиссуры, что очень важно, для дебюта, что очень важно, и так далее, и так далее. Но дело в другом. Дело в глобальном отношении к этому событию. Ведь практически наша национальная премия едва ли не самая последняя среди суверенных государств, потому что давно существуют такие премии у всех наших соседей. И если говорить, то все они, даже в Польше, очень значимы. В России золотая маска, исключительный, так сказать, приз, который как бы знак качества ставит на лауреатах и победителях этой премии. Вот и у нас такая появилась. Но все-таки в подходе к организации премии мы использовали опыт наших соседей, где такие премии действительно существуют уже давно? Или мы изобретали велосипед? Вот у меня есть интересный вопрос от нашего интернет-пользователя. Вот, Галина Владимировна, хочу, чтобы вы ответили. Инна Васильевна, уважаемые гости, скажите, правда ли, что наша белорусская национальная театральная премия – это аналог российской золотой маски? Создавалась она по образу и подобию, на ваш взгляд? Нет, я бы не проводила таких прямых параллелей между золотой маской и нашей национальной премией. Во-первых, потому что золотая маска, там всегда была дифференциация по видам театра, кукольные, музыкальные, драматические театры всегда были в разных конкурсах. А у нас был проведен в этом смысле интересный эксперимент, когда первые два конкурса национальных премий проходили в общем конкурсе. В едином потоке, да. Да, как бы единый поток, была единая картина. И мне кажется, что один из безусловных достоинств нашей национальной премии – это именно то, что она позволила и зрителям, и специалистам, профессиональным театральным критикам увидеть панораму белорусского театра. Срез такой, да, театральный. Да, то есть такую полную целостную картину. Ну вот первые две премии прошли в едином конкурсе в общем. На третьем конкурсе уже будет раздельное соревнование драматических, кукольных и музыкальных театров. И то же самое жюри разделилось по видам театров. Поэтому национальная премия, она как бы совершенствуется, растет, развивается вместе с театральным процессом. В.Путин Алексеевич, Вы за такие изменения, которые уже есть в этом году? Ну, в принципе, да. В принципе, да. Хотя, Вы знаете, некоторая часть нашей радикальной критики высказывала соображение, что вот ныне это разделение приводит только к тому, что специалисты, театроведы, театральные критики решают. А раньше решали как бы представители от театров. Жюри было чуть не 300 человек, если не больше. По 5 человек от академического, по 3 от простого театра. Но я думаю, что дело даже не в том, что это достаточно громоздко и, разумеется, затратно. Дело в том, что все-таки в конечном итоге должны действительно решать судьбу вот этой очень высокой награды профессионалы. Высокого класса профессионалы, которые, правда, чувствуют ответственность свою за это свое решение. Ну, вопрос судейства, конечно, очень острый, да, о суде и кто. Я думаю, мы к нему еще вернемся. Но сейчас я бы хотела поговорить с Вами о том, действительно ли влияет национальная театральная премия на развитие театрального искусства. Но прежде чем Вы ответите на этот вопрос, Галина Владимировна, я думаю, мы начнем с Вас. Я предлагаю Вам посмотреть видео, где наши театральные деятели, творцы высказываются о премии, насколько она важна для них. Это ведь не только конкурс, это возможность театрам показать то, чего они на год наработали. Да и вообще спектакли, которые выпускаются у нас, они должны соревноваться. Я считаю, что премия должна быть. Возможно, она должна быть уточнена, концепция ее более внятна. Но праздник для театра, праздник для актеров, праздник для режиссеров необходим. Как сказал Лев Николаевич Толстой, когда он перед смертью его спросили в Ясной Поляне, как живете, дорогой мэтр? А он сказал, слава Богу, беспокойно. Я хочу, чтобы наша творчая молодость, наши театры жили беспокойно. Действительно, наши театральные деятели у захопления, по-белорусскому кажутся, от этой премии. Но на самом деле, действительно ли она влияет на развитие искусства, или это просто восторженные отклики? Я думаю, что в этом смысле значение театральной премии трудно переоценить, потому что это действительно такой сильный достаточно стимул. Все знают, что премия есть, что она состоится там через какой-то период, сейчас два года между премиями, и все готовятся, все думают о том, что представить на премию. Поэтому как стимул он достаточно мощный. И потом, когда стоит вопрос о том, вот на двух предыдущих премиях стоял вопрос о том, где лучше, в драме, в кукольном театре, в музыкальном театре, как бы вопросы мы начали задавать себе другого уровня. То есть, как происходит развитие драматического театра, как происходит развитие театра кукол, как происходит развитие музыкального театра. И вот в этом смысле единый конкурс, он действительно был интересным в определенном смысле, потому что он показал динамику развития разных видов театра. И то, что на последнем конкурсе кукольники взяли 6 статуэток из 10, для многих было просто шоком. Таким культурным шоком, потому что от театров кукол этого действительно никто не ожидал, особенно от областного театра, Гродненского театра кукол, который представил пиковую даму, которая получила, по-моему, 4 номинации. Лучший спектакль для театра кукол, лучшая женская роль актриса Лариса Микулич и лучшая режиссура Олега Жукжды. Театральная премия показала, что театр кукол у нас впереди планеты всей, и вы сказали о том, что Олег Жукжда действительно взял 3 или 4 номинации. Я сейчас предлагаю посмотреть видео из этого спектакля. Субтитры создавал DimaTorzok Где же вы были? В спальне у старой графини. Я сейчас от нее. Графиня умерла. Вадим Алексеевич, действительно ли этот спектакль заслуживал столько наград? Да, несомненно. Вопросов нет. Вот я анализировал недавно в журнале Неман за номером 9, за сентябрьским номером, практически последним, нашу национальную театральную премию в двух ее измерениях. В первый и во второй. В первый раз же разделилась премия между оперным спектаклем и спектаклем театра Янки Купала, то есть драматическим спектаклем. А здесь, во второй национальной премии, безусловно, действительно победили кукольники. Причем они показали и новизну театрального искусства, и, так сказать, гибкость режиссерской мысли, и мастерство воплощения этого всего. Так что это, я считаю, было абсолютно заслужено. Ну а то, что вот в этом году разделили номинации, драматический театр, театр кукол, Галина Владимировна, на ваш взгляд, это достижение премии? Ну, я думаю, что с такой полной ответственностью об этом можно будет говорить после того, как пройдет премия по новым правилам. Я думаю, что право на жизнь имеют оба варианта, и раздельный конкурс, и общий конкурс. Плюсы общего конкурса мы увидели. Третья национальная премия покажет, какие плюсы есть у раздельного конкурса. Конечно, разделение конкурса на виды театра, оно позволит просто большему количеству спектаклей участвовать в конкурсе, потому что там были более жесткие рамки, когда все театры должны были показаться в течение одной недели. Здесь уже количество спектаклей возрастает, поэтому, опять-таки, картина становится более панорамная, но увидеть ее всю мы уже не сможем. Какие еще новшества будут на национальной премии 2014 года? Ну, вот это центральное было разделение, действительно, и уточнение жюри по каждому из видов конкурсов. Но я еще мечтаю, вот в этой статье я мечтаю, чтобы у нас были и другие изменения, чтобы в частности, например, приветствовалась работа театроведов, театральных критиков лучше, потому что они тоже участвуют и значительно в театральном процессе. А я думаю, что надо еще звать театральных критиков из России и Польши, чтобы они могли посмотреть... Да, это тоже интересный вариант, потому что... Есть такая практика? Есть такая практика, это абсолютно законно, когда в жюри приглашаются специалисты из других стран, тем паче, что это, кроме всего прочего, еще свидетельствует объективности подхода, к чему это. Но я все время думаю вот о чем. Меня в последнее время так волнует уровень театральной критики, потому что большинство наших СМИ, к сожалению, не обладает в этом плане ни знаниями, ни критиками. То есть, они обладают журналистами, которые просто описывают какие-то яркие события, какие-то интервью, дают какие-то портреты. Вот я мечтаю о том, чтобы это, в конце концов, получило, так сказать, научное даже объяснение. Вот наш журнал «Артефакт», который впервые в этом году появился в Академии искусств. Вот я мечтаю, что в нем наша театральная, вот, национальная премия получит фундаментальное объяснение. Фундаментальное. Так, чтобы это, кроме того, вы же знаете, что театр – это замечательный вид искусства, на мой взгляд, мало с чем сравнимый, но он эфемерный. То есть, вот, проходит спектакль, и все уходит. Вот, чтобы это мгновение остановить, для последующих поколений, вот, нужно это серьезное осуществление. Но, на мой взгляд, что развивает театр, так это эксперимент. Да, еще Чаховский герой говорил, что нужны новые формы, господа. Вот у меня есть интересная цитата от Владимира Галака, нашего постоянного пользователя нашего блога и недавнего гостя нашей программы. «Уважаемый Вадим Алексеевич и Галина Владимировна, не кажется ли вам, что уже настала пора в рамках национальной премии вводить номинацию «Лучший экспериментальный спектакль»? В последние годы отечественное экспериментальное движение набирает силу. Появляются любопытные, нестандартно работающие, независимые коллективы, которые вносят свой вклад в развитие театральной культуры Беларуси и интеграцию ее в международный культурный контекст. Плюс, на мой взгляд, абсолютно обделен вниманием любительский театр. А ведь он тоже неотъемлемая часть нашего театрального процесса. Как вы считаете, не пора ли вводить отдельную номинацию в области любительского театра? То есть, экспериментальный театр, номинация в области экспериментального театра и любительский театр. Нужно ли это на национальной театральной премии? Я думаю, что любительский театр вводить в национальную премию пока рано. Сначала нужно, может быть, провести несколько крупных фестивалей с участием белорусских любителей театра, может быть, зарубежных любителей театра. Такие фестивали есть? Есть у нас, театральный куфор. Я понимаю, они проводятся, но, может быть, сделать единый. Потому что каждый из этих фестивалей, театральный куфор, двери, они показывают определенный спектр. То есть, не стоит мешать профессионалов и любителей? Сложный, достаточно сложный вопрос. Потому что Константин Сергеевич Станиславский начинал как любитель, и как бы театр XX века во многом вырос из любительского театрального движения. И любительское движение, оно отличается от более консервативных профессиональных театров действительно тем, что там присутствует очень много новых форм, которых, мне кажется, не хватает сегодня профессиональному театру. Поэтому какую-то форму взаимодействия профессионального и любительского театра, конечно, искать надо. Я не уверена, что театральная премия для этого подходящая площадка, но какие-то формы, безусловно, об этом надо думать. И как бы вот эта заинтересованность Владимира Галака я понимаю. У меня есть еще одна интересная цитата, интересный вопрос от наших интернет-пользователей. Валентинка пишет. Самые важные и интересные номинации – лучший дебют и лучшая современная белорусская постановка. Именно они дают представление о будущем театра Беларуси. Вы с этим согласны? Или вообще невозможно говорить о том, какая самая лучшая номинация? Нет, 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 это узкий путь, в общем-то. Потому что, конечно, мы же все заинтересованы в современной белорусской пьесе, в современном белорусском спектакле. Конечно, несомненно. И о дебютах тоже нам всегда интересно, дебюты, потому что они оживляют весь процесс. И действительно, как говорит пользователь, частично указывают, так сказать, на будущее. Но выделять это специально, среди всей панорамы. Вот национальная театральная премия и задумывалась как панорама состояния нашего профессионального театра. Но и лучших ее представителей, и лучших спектаклей, безусловно. Лучших, да. Галина Владимировна, на ваш взгляд, вот лучшая современная белорусская постановка может претендовать? Ну, безусловно. Вообще, мне кажется, что это у нас сейчас острая проблема. Именно с современной белорусской драматургией на театральной сцене. Потому что... Не случайно есть отдельная номинация. Да, да, да. Есть, да. Да, 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 да. И я думаю, что такая номинация должна быть обязательно. Она должна стимулировать театры, потому что сегодня доля национальной драматургии чрезвычайно мала в репертуаре театров, и особенно в прокате. И особенно меня вот поразило то, что в театре белорусской драматургии недавно там прошла премьера белорусского драматурга Богославского, которую поставил режиссер из Казахстана. То есть это приятно, конечно, что казахские режиссеры интересуются белорусской драматургией, но удивительно, почему ей так мало интересуются белорусские режиссеры. Но белорусские режиссеры интересуются. Эта же пьеса поставлена белорусским режиссером сейчас в Купаловском театре. Но, по-моему, казахи поставили первые. Первые, да. Вот я об этом говорю как раз. Но это хорошо, что они как-то там прокладывают пути, показывают, куда надо двигаться. Но я думаю, что эта проблема действительно есть, и она острая. Я говорю именно о проблеме актуального содержания, потому что в мире ведь происходят колоссальные перемены, да, и позитивные, и негативные. А наш театр как-то застыл в некотором таком классическом репертуаре, в какой-то паузе такой, посвященной классике. И такой живой, актуальной драматургии. Кстати, вот в любительском театре ее гораздо больше. То есть он в этом смысле гораздо более актуален. Но я думаю, что театральная премия, она, вот прошлая театральная премия действительно показала явно недостаток пьес по белорусской драматургии, недостаток спектаклей по белорусской драматургии. Сейчас уже я вижу, что активизируется работа над белорусским репертуаром. И это тоже, в общем-то, результат театральной премии. Есть ли среди спектаклей, выдвинутых на национальную театральную премию в этом году, два-три, которые вы бы советовали к обязательному просмотру нашим телезрителям? Несомненно, несомненно, но поскольку еще конкурс не кончен, конечно, не совсем этично называть и об этом рассказывать. Но я считаю, что действительно у наших лучших театров, во-первых, есть свои зрители, как в театре Янки Купала, в Горьковском театре и так далее, и так далее. Они прежде всего тонко чувствуют это, тонко чувствуют, и им будет очень интересно узнать итоги нашего конкурса. В этом плане, несомненно. Но, понимаете, в театр надо ходить всегда. Вот чем я хотел бы закончить. В театр надо ходить всегда, и не только во времена, так сказать, национальной премии, скажем, или какого-то фестиваля. Потому что театр – это то живое, идущее изнутри искусство, которое, ну, направляет человека, который в нем вызывает чувства яркие, вот, и без которого жить нельзя. Заканчивая наш разговор о театральной премии, у меня для вас еще одна цитата, довольно острая, от любителя прекрасного. В чем польза таких конкурсов? Только бы потешить самолюбие театральных деятелей. Было бы здорово учредить премию «Народную», чтобы услышать мнение не только профессионалов, им, конечно, спасибо, но и простого зрителя, для которого и существуют театры, спектакли, актеры. Но, видимо, речь идет о том, чтобы учредить номинацию «Приз зрительских симпатий». Следует это делать, либо нет? Хорошая номинация. Нет, мысль же неплохая сама по себе. Мысль неплохая, хотя с первой частью этого вопроса я глубоко не согласен. Острого вопроса. Я глубоко не согласен, потому что что значит «тешить»? Потому что каждый действительно профессионал внутри себя все-таки знает, чувствует, насколько, так сказать, это воспринимается зрителем. То есть тем же самым народом, как говорит наш пользователь. Ну, в принципе, если вот избавиться от этих эмоциональных каких-то оценок, то, конечно, «Приз зрительских симпатий». Когда-то наш листопад на этом кинофестивале стоял, что, значит, зрители определяли все. Вот. Все они не должны определять, на мой взгляд, в театральном, особенно национальном конкурсе. Но голос зрителя должен быть слышен. Вот, подводя итоги, на ваш взгляд, все-таки премия полезнее для самих театральных деятелей, либо для театральных зрителей? Я думаю, что выигрывают все. И зрители, и профессионалы. Да, потому что, безусловно, есть движение, есть интерес с обеих сторон, и зрительский интерес, и интерес профессионалов к этой премии. Поэтому я думаю, что это очень позитивное явление в нашей театральной жизни. Да, его только необходимо совершенствовать, расширять все более и более. Ну, вот видите, даже благодаря нашей передаче мы уже две номинации можем предложить национальной театральной премии, да? Ну, да. Экспериментальные спектакли и при зрительских симпатий. Так что я думаю, в любом случае, то, что премия проходит, то, что театральные деятели могут встретиться, посмотреть друг другу в глаза и вести диалог, мне кажется, только даже ради этого премию стоит делать. Спасибо, что вы были у нас. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Я напомню, что в гостях у нас сегодня был Вадим Алексеевич Салеев, доктор философских наук и член отборочной комиссии по драматическому театру. А также Алисей Чугалина Владимировна, кандидат искусствоведения, театральный критик и член, вернее, председатель отборочной комиссии по театру кукол. Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. Спасибо, что вы были с нами. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашей дискуссии, присылайте ваши вопросы, комментарии, а также приходите на спектакли Национальной театральной премии. Всего доброго. До встречи.